Девушки отдыхают 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 И кто не может отключить, пожалуйста, приходите в управляющую компанию, где человек все сделает. Работаем по этому вопросу. Леонид Юрков, Ольга Величко, Александр Минеев. Итоги недели. Маршрутные автобусы, выходящие на линию в Каннске, не всегда безопасны и для пассажиров, и для других участников дорожного движения. К такому выводу пришла Каннская межрайонная прокуратура, проверившая деятельность перевозчиков на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного органа констатируют, 8 перевозчиков допускали случаи выпуска на линию автобусов, эксплуатация которых просто запрещена. У ряда перевозчиков при выпуске на транспортные средства не работали спидометры, то есть протекторы шин имели разный рисунок на двух колесах, что не создает стойкого сопровождения с дорогой и может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Также были установлены факты того, что транспортное средство выпускается на линию в отсутствие полисов ОСАГО, обязательного страхования гражданской ответственности. У перевозчиков зачастую, у тех, которые допустили нарушение, отсутствуют противооткатные упоры, отсутствуют аптечки, не работают фонари заднего стоп-сигнала, фонари поворотников, не работает звуковой сигнал, не работает. Сейчас нарушители привлекаются к административной ответственности. Окончательное решение по каждому из перевозчиков примет арбитражный суд. Доброта из рук в руки. В финале акции «Помоги пойти учиться» ученики лицея номер один посетили девятую школу. По доброй, многолетней традиции они пришли не с пустыми руками. Впервые и встречающая сторона не осталась в тени. Ребята приготовили для гостей ответное слово. Доброта присуща всем, независимо от пола, возраста, национальности. И это доказывает пример многолетнего шерства лицея номер один над девятой школой. Сотрудничают эти два образовательных учреждения уже на протяжении шести лет. И ежегодно ребята лицея помогают нашим обучающимся, детям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, дети, у которых очень маленький достаток, те, которые испытывают затруднения. Лицеисты в рамках акции «Помоги пойти учиться» приносят в дар не только нужные вещи, но и приятные. Они собирают школьно-письменные принадлежности, игрушки и сувениры. Мы от нашего лицея, от чистого сердца хотим преподнести вам подарки, которые, пусть они и приятные такие, и они, надеемся, помогут вам в учебе и в дальнейшей вашей жизни. В девятой школе порядка трехсот детей, и многим эта поддержка действительно нужна. Отметим, что раньше принадлежности просто привозили в школу, а сегодня ребята впервые встретились лично. Татьяна Лисогор, Сергей Молчанов. Итоги недели. В субботу, 1 октября, будет отмечаться День пожилого человека, или же День мудрости. Сегодня люди старшего возраста собрались в ресторане «Канны», где подобные мероприятия для бабушек и дедушек проходят регулярно. За праздничным столом они принимали поздравления и подарки. В ресторане «Канны» сегодня собрались пенсионеры, ветераны, бабушки и дедушки, которые принимают активное участие в жизни города, которые неравнодушны к тому, что происходит вокруг нас. Для них, по доброй традиции, здесь накрыли праздничный стол. Я хочу пожелать каждому доме, каждому человеку, чтобы любовь и уважение. Тогда и будет долголетие автоматически здорово. Мудрое поколение бабушек и дедушек, благодаря которым мы живем под мирным небом. Сегодня обсуждали самые разные темы, вспоминали молодость. Они уверенно смотрят вперед и умеют радоваться жизни при любых обстоятельствах. Я перешагнул, мне уже 78, поэтому я себя чувствую прекрасно и не знаю еще пока, какая болезнь даже, как вам сказать. Ну, не болею я, еще не знаю, какая таблетка чего. Жду не дождусь снега, скорее бы на лыжах. Впечатление очень хорошее. Я сильно уважаю всегда Артура. Я с ним не совсем в дружеских отношениях, очень большие. Настроение у всех, я вижу, бодрое. Приготовлено прекрасно все. В общем, встречает он от всей души. Приятная компания, вкусная еда и хорошая музыка. Но еще важнее добрые слова, которые звучат сегодня в адрес пожилых людей. Я хотела вообще обратиться ко всем нашим людям зрелого возраста. Хотела поздравить их с их праздником, пожелать им побольше здоровья, уверенности, жизнерадостности. Ну и всячески будем их поддерживать, как только можем. Невыездных пенсионеров и ветеранов депутат Артур Макартычан поздравил лично. В бывший дом ветеранов в 4-м центральном микрорайоне, в котором проживают порядка 25 пожилых людей, он пришел с подарками. С праздником, а хорошо сегодня, вот ваш такой хороший праздник. С днем пожилого человека, с днем мудрости получается. Праздник мудрости. Бабушки в свою очередь отблагодарили депутата теплыми объятиями и песнями. Татьяна Лисогор, Александр Минеев. Итоги недели. В продолжение темы. В преддверии дня пожилого человека мы побывали в гостях у труженика тыла Владимира Пынникова. В 86 лет он ведет активный образ жизни. Ежедневно делает зарядку и в теплое время года трудится на даче. О человеке, модернизировавшем несколько каннских производств, в нашем следующем материале. Это удостоверение, которое Владимир Пынников получил за свое изобретение – реконструкцию станка на каннском КСК. В его активе десятки модернизированных агрегатов. Плоды интеллектуальной работы Владимира Леонтьевича можно было увидеть на уже упомянутом КСК, ХБК и мальпосуде. Печь открывалась, обжигая печь, вручную. Я сделал дистанционное открывание дверки. Печь в глазок, обжигающий, смотрел в глазок и определял температуру печи на глазок. Я оснастил печь приборами температуры, контролем температуры в печи. Трудовой путь Владимир Леонтьевич начал еще мальчишкой. В годы войны работал на чугунно-литейном заводе. После были служба в армии, получение профессионального образования, работа на производствах и общественная деятельность. Все эти годы рядом супруга Тамара Викторовна. Вместе они уже 56 лет и живут душа в душу. Он труженик великий, он выпивает, он не курит, он спортом занимается, он прекрасный муж у меня. Сейчас все силы супругов уходят на дачу. Это их хобби. Но их огорчает, что уже долгое время не могут восстановить там электроснабжение. Зам главы города Сергей Джаман обещал помочь, но ВОЗ и ныне там. Я к нему пришел, он с таким энтузиазмом вроде взялся помочь мне. Но когда поехали, он получил какой-то звонок от кого-то. Когда приехали, он не стал смотреть. Пробежал, я ему говорю, давайте посмотрим все. И таким образом я качаю пять бочек для того, чтобы разлить эту воду. У меня все время уходит на поливку, и я вручную качаю воду. Вот и получается. Ветеран получает поздравительные письма от президента, губернатора. А внимание муниципальной власти добиться не в силах. Несмотря на многочисленные награды и перед городом, и перед страной. Наталья Никонова, Сергей Молчанов. Новости. Во второй части итогов недели мы вернемся к теме приближающегося праздника. Не переключайтесь, и вы узнаете, как каннские ветераны становятся студентами. Оставайтесь на пятом. Читайте полезную газету, издание, которое мы делаем для вас и вместе с вами. Система образования в Красноярском крае готовит высококлассных специалистов. Сибирский федеральный университет – один из самых масштабных образовательных проектов России. Всего в регионе работают 13 вузов, обеспечивающие кадрами предприятия края и страны. Красноярск первый в Восточной Сибири создал инженерно-технологический опорный вуз. Принят краевой закон о дополнительных выплатах одаренным студентам. Проект дополнительного образования «Тим Бирюса» за 10 лет приобрел статус международного. Развитие края на благо людей. Такси Апельсин. Захватит этот год. Мы чувствуем эту связь с детства, с вовремя поданной руки. Всю жизнь мы неразрывно связаны с ними, а они с нами. Без этой связи мы были бы другими. Теперь мы протягиваем руку. Страховые взносы в пенсионный фонд – это пенсия наших родителей, бабушек и дедушек. Завтра взносы будут делать наши дети и внуки. Солидарность поколений – основа пенсионной системы. Пенсионный фонд России. Вы смотрите «Итоги недели». Мы продолжаем выпуск. Далее рубрика «Гость студии». И сегодня мы пообщаемся с председателем Каннского городского совета ветеранов Виктором Хворым. Здравствуйте, Виктор Андреевич. Здравствуйте. Поздравляю вас, всех членов Совета ветеранов, а также жителей города Каннска солидного возраста с Днем Мудрости, который празднуется завтра, 1 октября. Расскажите, с каким настроением вы подходите к этому празднику? Вот «День пожилого человека» – это, по-моему, неправильное название. Потому что все ветераны, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, в душе-то себя считают еще юными, работоспособными. Хоть кто-то, может быть, и отдыхает, а кто-то и работает. Вот я считаю так, что человек, который находится сегодня на заслуженном отдыхе, ну, нельзя назвать, что он пожилой человек. Человек, который имеет большую жизненную позицию, активную. Вот я думаю, что таких людей пожилыми нельзя считать. Не буду с вами спорить. Расскажите, пожалуйста, какой работой сейчас занимаетесь вы, и занимаются именно активные люди, входящие в Совет ветеранов? Вот сейчас мы подготовили большую обширную справку в Краевой Совет для подготовки к пленному очередному по работе наших первичных ветеранских организаций. А их у нас сегодня 12. Вот, за последние вот два года еще две организации к нам прибыло. Это «Союз Чернобыль». И создали мы все же как-никак ветеранов вооруженных сил. Люди пожилого возраста активные, любознательные, вот, жаждут встреч всевозможных, общений. Вот третий год уже у нас формируется университет, народный университет. Вот в этом году, опять же, два факультета – культура и искусство и компьютерная грамотность. Вот на сегодняшний день практически все факультеты уже скомпонованы. Насколько я знаю, ведь и в творчестве очень много проявляют себя. Много, много. Сегодня люди и вяжут, и рисуют, пишут стихи. Вот мы выпускаем уже два года свою газету «Канский ветеран». И вот почти в очередь люди стоят со своими стихами, чтобы опубликовали их в нашей газете. Еще одно направление вашей работы, и, на мой взгляд, одно из самых основных, это, скажем так, передача своего опыта, мудрости подрастающему поколению. Ну, мы тут регулярно бываем в школах. Вот за каждым членом Совета ветеранов закреплена школа. Вот за мной вторая школа. Я уже туда прихожу как, не как какой-то гость, а как вот, может быть, член их коллектива. Вот сегодня мы взяли такой крен или такое направление, чтобы рассказывать о том, что было, ну, вот, при Советском Союзе. Много же промышленности было. Город был очень, очень и очень промышленный. Экономика была хорошо развита. Вот. А вот те люди, которые в то время были практически на слуху, сегодня их никто и не знает. Неоправданно забыли. Да. Вот надо сегодня, мы такую задачу поставили, чтобы этих людей знали, о них рассказываем, что, где, как, чего. Будем надеяться, что ситуация исправится в том числе и вашими усилиями, и усилиями педагогов каннских школ, чтобы дети действительно знали историю своей малой родины. Виктор Андреевич, у вас есть уникальная возможность обратиться сейчас к нашим зрителям и поздравить с этим замечательным праздником. Уважаемые ветераны, уважаемые товарищи, которые находятся сегодня на заслуженном отдыхе, сердечно от себя лично, от Совета, городского Совета ветеранов, поздравляю вас с праздником, желаю вам здоровья, здоровья, здоровья. Это, по-моему, самое главное сегодня для вас. Ну и, соответственно, семейного благополучия, мирного неба над головой, и чтобы родные и близкие с уважением относились к вам. Спасибо вам огромное, Виктор Андреевич. Еще раз с праздником вас. Будете встречаться со своими коллегами по активной работе. Обязательно передавайте поздравления. До свидания. До свидания. К другим темам. Центр социальной помощи семье и детям Каннский отметил 22-й день рождения проведением традиционной вкусной ярмарки. Десятки кулинарных изысков приготовили сотрудники каждого из отделений центра. На вкусном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Традиционная вкусная ярмарка прошла в Центре социальной помощи семье и детям Каннский. Свои кулинарные изыски представили сотрудники пяти отделений учреждения. Сегодня в нашей ярмарке принимают участие более 50 человек. Это сотрудники нашего учреждения, которые, несмотря на свою занятость, приготовили свои изысканные домашние блюда, которыми будут радовать своих коллег. «Приготовили мы нашим коллективом дружным плов и осенние продукты. В том числе вырастили большую тыкву». «Почему именно плов и в чем его секрет?» «Плов. Ну, просто говорят, что если мужчина приготовил плов, то он всегда будет вкусным». Ярмарка проходит ежегодно весной и осенью. И каждый раз кто-то из сотрудников старается удивить новыми рецептами. А кто-то – порадовать своим постоянным блюдом. Кроме того, каждое отделение оформило свой стол и старалось зазвать к себе коллег. «Проходите без стеснения, билетов не надо, предъявите хорошее настроение». «Чтоб вы все сегодня улыбались, мы для вас уж постарались». «Ой, девчонки дорогие, я скажу вам просто, будем пить и веселиться лет до девяностых». За 22-летнюю историю Центра социальной помощи семье и детям многое менялось. Но неизменным всегда остается то, что коллектив учреждения бережет свои добрые традиции и работает для тех, кто в этом остро нуждается. «Учреждение расцветает на территории города Каннска. Оно работает для семьи, для детей. Поэтому я думаю, что в этот праздничный день, день рождения, всем пожелаю без исключения хорошего настроения, счастья, успехов, ну и долголетия». Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов. Итоги недели. Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Красноярскому краю поблагодарило за сотрудничество моих коллег – корреспондентов телекомпании «Канск-5 канал» и краевого телеканала «Енисей». Ольга Величко и Леонид Юрков получили награды из рук начальника отдела ГИБДД «Каннска» Вячеслава Тараса. Ольга и Леонид награждены благодарностью за подписью начальника управления ГИБДД Главного управления МВД России по Красноярскому краю Валерия Кускашева за плодотворное сотрудничество и активную работу по информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. С корреспондентами телекомпании «Канск-5 канал» и «Енисей» мы очень давно сотрудничаем. Сотрудничаем очень плодотворно. Госавтоинспекция приглашает их на все мероприятия по безопасности дорожного движения для того, чтобы осветить нашу работу, показать, как не допустить дорожно-транспортное происшествие, как себя правильно вести участникам дорожного движения. Одни из лучших корреспондентов – это Леонид Юрков и Ольга Величко. Сегодня нами были награждены благодарственными письмами за плодотворное и хорошее сотрудничество с госавтоинспекцией в деле пропаганды безопасности дорожного движения. В нашем городе стало еще больше красоты. Все потому, что в торговом комплексе «Порт Артур» открылся магазин ювелирной сети «585 Золотой». Выбирайте украшение себе или в подарок близким. В магазине представлен широкий ассортимент ювелирных изделий из белого, красного и желтого золота, а также серебра. Открытие магазина ювелирной сети «585 Золотой» сопровождалось замечательным праздником с развлекательной программой. Посетители получили призы, подарки и успели приобрести для себя новые замечательные украшения. Теперь новые модные украшения из золота и серебра стали еще доступнее и ближе. Здесь есть все. Шармы за 280 рублей, золотые кольца за 1950 рублей, цепочки за 3900 рублей, украшения с фианитами и многое другое. Еще бы видно сегодня ювелирная сеть «585 Золотой» – это более двух миллионов изделий. А также вас ждут удобные услуги ломбарда и даже обмен золота и серебра на любые новые украшения. Шла мимо, стало интересно, что происходит внутри, зашла, я не пожалела, что зашла. Цены очень доступные, продавцы все вежливые, отзывчивые, в магазине очень красиво. Набрала подарков по себе и родным просто замечательно. Очевидно, что открытие магазина ювелирной сети «585 Золотой» в нашем городе – большой праздник радости и красоты. «585 Золотой» – модно, стильно, доступно. Радуйте себя и своих близких подарками от «585 Золотой». Ювелирный магазин находится в торговом комплексе «Порт Артур» по адресу 40 лет октября, 62 и работает ежедневно с 10 до 20 часов. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Таковы итоги уходящей рабочей недели. Завершит выпуск прогноз погоды. А уже в понедельник в это же время новые актуальные материалы нашей службы новостей. С вами была Наталья Никонова. Добрых вам выходных. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на пятом канале. И с вами я, Оксана Михайлова. С 1991 года, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. В этот день во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей. Конференции, посвященные их роли в обществе. Цель праздника – призвать все структуры обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной и полноценной. 1 октября солнечно, ветер восточный, 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура ночью 0,6, днем 0,3. Одевайтесь теплее в эту ненастную погоду. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА